Привет! Записываю для вас новое видео в Грузии и отдыхаю в семье в Тбилиси. Очень полезная тема, очень важная и, как я понимаю, многие до сих пор не знают, как это вообще все работает. Я решил с вами поделиться одной очень полезной информацией. Хочу вас спросить, а как вы, ребята, поднимаете свой иммунитет? Возможно, вы рассчитываете на то, что принимая витамины и кушая клубничку, земляничку, вы поднимаете таким образом себе иммунитет? Если вы до сих пор в такое верите, тогда это видео для вас. Смотрите! Поехали дальше. Итак, расскажу вам о том, что я уже больше шести лет не пьем никакие таблетки абсолютно вообще, кроме витаминов. Да, я употребляю тоже витамины, но витамины, для чего я принимаю, я вам объясню чуть дальше. Уже более пяти лет я не болею. Я заболел лишь один раз, и то после многих перелетов ослаб мой организм, да, с непривычки я много летал за короткий промежуток времени. И да, я приболел. Было всего лишь один раз за более чем пять лет. Так, каким же образом я добился такого, чтобы не болеть, не употребляя таблеток? И как это все сделать? Ребята, нужно понять, как работает ваш организм? Каким образом можно поднять иммунитет? Иммунитет не поднимается питанием, не поднимается витаминками, как я уже сказал. Так, давайте по порядку. Зачем принимать витамины? Витамины принимать действительно нужно, и питаться правильно тоже нужно, да? Но вы должны понимать, зачем вы это делаете. Это нужно организму лишь для того, чтобы он просто правильно функционировал, правильно работал, чтобы все системы работали правильно. Чтобы ему хватало, это как машину заправить всем необходимым, чтобы машина работала. Залить масло, добавить все необходимые жидкости, чтобы просто машина хорошо работала, да? То же самое вы делаете с витаминами. Но нужно знать, что витамины это не ваш иммунитет. Чтобы поднять ваш иммунитет, нужно использовать совсем другие методы. О них я вам о всех расскажу в одном видео. Я собирал эту информацию годами, пробовал на себе, проверял, и это все действительно работает. Я вам гарантирую, у вас будет увеличиваться ваш иммунитет, вы перестанете болеть вообще полностью. Вот, а как это можно сделать? Первое, что нужно сделать, это вы должны создавать организм условия, в которых он будет стимулировать свой иммунитет, которым он будет создавать новые иммунные клетки, которые будут бороться со всеми бактериями, которые вы будете встречать на своем пути. Вы должны создать такие условия, чтобы организм иногда находился в стрессе. Например, давайте начнем с самого главного, что использую я, я уже более 4 лет моржую. Это делать не обязательно, но это просто один способ, чтобы вы поняли, как это работает. Итак, номер один – это моржевание. Когда вы зимой погружаетесь в очень ледяную воду холодную, когда вы создаете такой стресс для организма, организм вынужден выживать. Это нужно делать редко, но организм дает ответ усилением всех защитных свойств организма. То есть все иммунные клетки организма, которые находятся, они начинают настраиваться на то, чтобы защищать вас от всевозможных бактерий, всевозможных болячек. Вы просто действительно укрепляетесь в организм закаливания. Это номер один то, что работает для поднятия иммунитета – закаливание. Контрастные души, холодное, горячее – вот это дом, если вы думаете, можете это заменить, это все не то. Шоковое охлаждение – один раз. Вы можете вылить на себя ледяной воды, например, ведро на голову, если вы не хотите, допустим, ехать в реку. Это можно делать круглый год. Просто вылили холодной воды себе ледяной воды на голову. И этого будет достаточно, чтобы создать стресс, чтобы организм начал стимулировать свой иммунитет. Так, поехали дальше. Постараюсь по-быстрому, потому что тема довольно обширная. Поехали дальше. Что это может быть еще? Это, во-первых, это ваше питание. Но, что я имею в виду питание? Вы должны понимать, что действительно, как вот в рекламе вам говорят, что 70% иммунитета в кишечнике, но вы должны понимать, что они имеют в виду. Это действительно так. Более 75% вашего иммунитета находится в кишечнике. Организм так устроен, что когда он встречает новые бактерии, то организм не знакомится в кишечнике. Я имею в виду с еды. Вот, например, если вы употребляете кефир, пьете кефир, пьете йогурт, покупаете какие-то бактерии. Это все, вы заселяете свой кишечник полезными бактериями. Он на них учится. И с помощью этих бактерий он учится бороться с бактериями. Тем самым развивается ваш иммунитет. То есть вы даете порцию бактерий, настоящих живых бактерий. Это не только кефир, это не только йогурт. Это может быть, например, если вы будете кушать квашеную капусту. А? Неожиданно? Просто покупаете квашеную капусту и едите ее иногда перед едой. Я советую есть такую еду. Там тоже содержатся полезные бактерии, которые будут укреплять ваш организм. И организм будет учиться на этом. Это может быть даже огурцы, которые законсервированы тоже в рассоле. В принципе, это просто даже поедание свежих фруктов и овощей, на которых, если вы их ни в коем случае не мойте фрукты с мылом, никогда этого не делайте, как вам говорят. Некоторые советуют, допустим, купили в магазине яблоко и помыли его с мылом, чтобы смыть с него воск. Никогда этого не делайте. Просто мойте теплой водой. Все смывается теплой водой. У ученых есть такое понятие, у биологов есть такое понятие, как разбавление. То есть если вы фрукты просто помыли в воде, в теплой воде вымыли, вы разбавили те бактерии, которые находятся наверху. То есть даже если там было слишком много бактерий, вы их просто разбавите, их останется чуть-чуть. Этого количества будет достаточно, чтобы укреплять ваш иммунитет. То есть там будут и плохие бактерии. И тем самым вы будете укреплять свой иммунитет. Поехали дальше. С питанием, я думаю, все понятно. Используйте это в своих продуктах ежедневно. Давайте по поводу кефиров остановимся и йогуртов. С этим не все так просто. Если вы просто будете пить кефиры постоянно и надеяться на то, что вы заселяете свой кишечник бактериями полезными. Нет, ребята. Вы заселяете их совсем чуть-чуть. Просто вот немножечко, карапулечку самую. Потому что когда проходит через кишечный тракт, этот кефир и доходит через желудок, через пищевод, попадает в кишечник. Когда он попадает в кишечник, а именно в кишечник. Кишечник это ваши кишки, которые завернуты много метров. Именно там образуется иммунитет. Кишечник не в желудке, не в пищеводе вот этой трубки, которая идет от горла до желудка. Это пищевод. Не в этих частях, а в вашем кишечнике. Так вот, когда вы выпили стакан кефира и он попадает в ваш желудок. Пока он попадет в кишечник, все бактерии там практически погибнут. Они погибнут в соленой кислоте, которая находится в желудке. Соляная кислота, ребята, это кислота, которая металл разъедает. Это очень мощная кислота. И то, что среда, которая в желудке, она не рассчитана на то, чтобы там выживали какие-то бактерии. То есть это наоборот. Это как дезинфекция, я бы даже сказал, бактерий. Понимаете? То есть все плохое там, в принципе, уже погибнет в желудке. Чтобы оно попало действительно в кишечник, попадет совсем немножко. Но чтобы попало, делюсь с вами лайфхаком. Покупайте бактерии. Покупайте уже готовые бактерии в капсулах. Вот эти капсулы, в которых находятся бактерии, они позволяют проникать этим бактериям прямо в кишечник. То есть капсула выдерживает эту нагрузку, которая попадает в пищевод, желудок, вот эту всю кислоту. Она его выдерживает и бактерия там сохраняется в сухом виде. Они там в сухом виде находятся. И они рабочие там. Им нужно просто, чтобы попала жидкая среда. В жидкой среде эти бактерии отлично себя будут чувствовать и будут размножаться и будут заселять ваш кишечник полезными бактериями. А организм на них будет учиться, как создавать иммунитет. Он будет как будто тренироваться. Ему достаточно даже часть клетки, чтобы научиться с ней работать, как с ней бороться и вообще распознавать ее. То есть так вы тренируетесь в организме. То есть покупайте бактерии. Покупайте желательно зарубежные, очень хорошие канадские бактерии. В Канаде делаются бомбезные, в Америке бомбезные препараты. Они действительно работают. Покупайте их. Пользуйтесь этим. Заселяйте свой кишечник бактериями. Но вы должны понимать, что руки все равно нужно мыть перед едой. Это не означает, что вы должны быть с грязными руками, например, есть еду. То есть все хорошо в меру. Бактерия должно быть, но немного. Вот если у вас есть дети, у меня вот сыну год. Как он сейчас свой иммунитет получает? Мы как родители, мы ему позволяем иногда даже свои игрушки, например, там он их облизывает свои игрушки. Он, не знаю, он даже бывает иногда на улице камешек найдет, но не успеваешь подбежать к нему. Он его просто в рот сразу тыщет, понимаете? Не надо так тоже делать, чтобы это постоянно. Я вас не призываю облизывать все в своем доме, все шкафы, все тумбочки, обувь. Нет, не надо это делать. Но вы должны понимать, что вот это и есть тренировка иммунитета. То, что он все в рот сейчас берет, он после этого не заболевает. Он наоборот тренирует свой иммунитет. И таким образом его организм узнает вообще этот мир, узнает этих бактерий вокруг, учится с ними работать. Вот так создается ваш иммунитет. С помощью в меру чистоплотности, скажем так. Вот еще, например, вариант, когда вы в душе принимаете, когда вы в душе моетесь. Если вы каждый раз используете в душе моющее средство, вот беда современного человека – это то, что мы слишком чистые. Мы слишком ухоженные. Мы моемся, мы постоянно с мылом. Кто-то даже дома держит мыло антибактериальное. Это все, ребята, не нужно. Это вам навязали рекламами. Вам не нужно убивать все бактерии на своем теле, все бактерии на своих руках. Не нужно этого делать. Включите свою голову и задумайте просто, что вы делаете. И как люди жили раньше, и как люди живут сейчас. Это чрезмерная чистоплотность. Я вас призываю, например, принимать душ ежедневно, конечно, может даже два раза в день. Но принимайте просто с водой, то есть без моющих средств. Просто помойтесь с водой, нужными местами с мылом, допустим, опять же, с жидким, недерзким мылом каким-то, с нормальной pH, средой, кислотностью. А вот полностью моетесь, например, два раза в неделю или когда вы реально слишком запачкались уже. Вот, например, я тренируюсь два раза в неделю. У меня канал больше о тренировках. Посмотрите. Но часть, иммунитет, это часть любого спортсмена. Вы должны понимать, как это работает. Потому что вы заболеете, ваши тренировки закончатся на этом. Я тренируюсь два раза в неделю, и два раза в неделю я, получается, мою с мылом, то есть хорошо себя смываю, потому что, ну, чтобы нормальный запах от человека был, да, как минимум. Вот. Два раза в неделю. Этого достаточно. Раз-два раза в неделю. И каждый день душ просто с водой без мыла. Ну, голову помыть, конечно, нужно там каждый день. Это тоже тренировка вашего иммунитета, потому что на коже находятся бактерии, которые тоже нужны для вашего иммунитета, чтобы у вас кожи проблем не было. Понимаете? Теперь, вот я сейчас в Грузии, в Тбилиси, да, я гуляю на воздухе, я дышу воздухом. Вы тоже, я вас очень прошу чаще гулять на улице. Выходите, дышите свежим воздухом. Если вы не будете вдыхать в воздухе, задумайтесь, что такое воздух. Это, во-первых, это бактерии воздуха, которые летают, и они должны быть там. И это тренирует ваш иммунитет. Вы их вдыхаете, они тоже с ними знакомятся, системой, батареями. Потом, это всевозможные аллергены, которые находятся в воздухе. То есть, например, цветы, цветет вокруг, да, все. Вот весной сейчас расцветает. Посмотрите, какая красотяжка. Все расцветает, и все это в воздухе летает с ветром. То есть, все эти аллергены, организм с ними знакомится, у вас не будет никаких аллергий ни на что вообще. Чем больше вы гуляете, тем больше ваш иммунитет узнает этого всего, и не будет аллергии. Было такое исследование, даже не исследование, эксперимент. Не знаю, как это назвать. В общем, американцы решили, что если завести женщин, беременных, на Антарктиду, и там их, там создать им условия, чтобы они рожали, то есть, таким образом, они хотели получать какие-то там права на землю, что ли, или какие-то права они должны были получать, эти женщины, из-за того, что там дети их не родились. В ледниках. То есть, я не совсем знаю коммерческого смысла этого всего, но, вроде как, какой-то там участок земли получать. Смысл не в этом. Они должны были рожать детей на Антарктиде, в ледниках, где нет никаких бактерий, где просто идеальная стерильность. И после этого, после того, как они рождали там детей, они должны были вернуться в Америку, ну и там уже как-то они оформляли эти все документы. Так вот, это была группа женщин, которые рожали в Антарктиде, которых отвозили туда беременным на последних сроках. Ни одного ребенка они не смогли привезти обратно в Америку. Ни одного ребенка. Все дети, которые были рождены в стерильных условиях, в котором в воздухе не было бактерий, в котором были идеальные условия, все дети не доехали до Америки, не долетели. Как только они попали в среду, где есть бактерии, они заболели. И их иммунитет с этим не справился. Вот такая вот история поучительная. То есть это не работает. Вы должны получать бактерии в воздухе. Не бойтесь, если возле вас кто-то пукнет или чихнет. Ну, честное слово, ребята. Это наоборот тренирует ваш иммунитет. Задумайтесь только о том, насколько крепкий ваш иммунитет, а не на том, что вокруг вас кто-то чихает. Возле вас могут чихнуть 10 человек, и вы не должны заболеть, потому что ваш иммунитет должен быть в состоянии все это перебороть. Он уже должен знать эти бактерии. И когда кто-то рядом чихает, вы не заболеете. Измените свое мышление. Подумайте о том, что я сейчас сказал. Если надо, посмотрите это видео еще раз. Если надо, поищите информацию, подтверждающую мои слова. Я-то проверил на своем опыте. И никаких насморков, никаких простуд. Это все реально, ребята. Все реально. Я гуляю с коляской. Жена мне оставила коляску и пошла в магазин. Ребята, еще по поводу, хочу рассказать вам, по поводу чистоты помещения. Это очень важный фактор. И вы должны очень четко понимать, как это работает. Если вы маниакально пытаетесь сделать стерильную чистоту в своем помещении, я думаю, с этого видео вы должны уже были до этого, может, сами додуматься. Нет, не надо этого делать. Помещение не должно быть идеально чисто. Вы так убиваете весь свой иммунитет. Из-за того, что слишком чисто в вашем помещении, там, вы вытирали хлорка, не знаю, еще там чем-то, с супер модными средствами для очистки квартиры. Вы вычистили, все блестит идеально. Там нет бактерий. Вы убили свой иммунитет. Если вы еще плохо, мало гуляете, у вас его просто не будет. Убирайте в квартиры с моющими средствами раз в неделю. Я вот конкретно вам просто говорю. Раз в неделю с моющими средствами. Один раз. Все. Возможно, даже раз в две недели. Вы можете делать влажную уборку. То, что я вам и говорил. Разбавление. У ученых есть такое понятие. Разбавление среды. То есть те бактерии, которые живут у вас на полу, на стенах, на шкафу, они нужны. Вы можете разбавить, просто помыть их водой. Просто иногда протираете водой помещение. Все. То есть, например, вы можете помыть полы просто водой. Без моющего средства. Вы можете протереть свои стены или шкаф просто водой. Просто влажной тряпкой. Ну, если вы хотите, например, раз в два раза в неделю. Не надо делать идеальную чистоту в своем доме. По этим же причинам наши врачи, наши больницы этого до сих пор не поняли или не знают. Я не понимаю, почему это у нас еще не принято везде. Вы до сих пор заходите в бахилы в больницу. Если вас требуют одевать бахилы, в этой больнице, скорее всего, мало что понимает о том, действительно, как вас лечить. В Америке, в Израиле. Это то, что я знаю страны. Этого нет. Вас попросят одеть бахилы только если вы зашли в операционную. То есть там это действительно уместно, когда, извините, там человеку делают операцию на сердце. Когда вы понимаете, что происходит вообще-то. Там нужна стерильность. Просто там воздух очищается. Там специально все продумано, чтобы это было стерильное условие. Только тогда в этом есть смысл. В больницах же там делают проходной двор. Люди заходят-выходят. Никто не одевает бахилы. Мимо тебя проходят куча людей. Представьте, чтобы у нас такое было в наших больницах. Да нет такого. В Израиле то же самое. Единственный вариант, что они делают в этих супермодных больницах. Они делают такое кондиционирование воздуха. Такую очистку воздуха, что там действительно все бактерии, они просто очищаются с помощью очистки воздуха. Да? Понимаете, о чем я говорю? То есть бактерии убиваются в этой системе, они просто очищаются фильтрами. То есть настолько это все хорошо продумано. Но опять же, это делается местами, где это нужно. А по больнице люди ходят без бахил. Тем самым создавая, наоборот, бактериальную среду. И больные быстрее выздоравливают в такой среде. Их организм не разучится работать с бактериями. И их иммунитет будет крепкий. Даже находясь в больнице, они будут с нормальным иммунитетом, а не ослаблять его из-за этих идеальных средних условий. Это очень полезная информация, ребята. Так, давайте все подытожим. То, что я вам сказал. Чтобы действительно иметь крепкий иммунитет, нужно делать то, что я вам говорил. Постоянно создавать организмные условия, на которых он будет тренироваться и будет укреплять свой иммунитет. Вы должны следить за своим питанием, чтобы вы получали все микро и макроэлементы. Это просто база. Это должно быть обязательно. Это помогает организму работать нормально. Создавайте иногда стрессовые условия для организма, что также будет повышать ваш иммунитет. Больше гуляйте, находитесь на свежем воздухе, выезжайте в парки, выезжайте. В общественном транспорте не обязательно ездить. То есть, смотрите, есть такой же момент, такой еще момент. Не должно быть крайности. Это перебор. То есть, вы должны понимать, что все должно быть в меру. Не бойтесь мест копления людей, но не нужно чрезмерно этим пользоваться. Так, еще один самый главный момент, который я вам не сказал. Каким образом повышается иммунитет у спортсменов? Если они постоянно тренируются, нагрузка дает огромную на организм, как же у них иммунитет повышается? А он повышается. То есть, если вы будете тренироваться в меру, опять же, в меру, не чрезмерно расходуя свои ресурсы организма, то вы тоже будете укреплять свой иммунитет. Например, если вы решили тренироваться в зале тренажерном, когда вы создаете нагрузку на мышцы, создается микро-микротравма в мышцах, после которых они зарастают и становятся больше, эти микротравмы. Но оно еще способствует тому, что появляется микровоспаление. Микровоспаление, которое способствует тому, что организм стимулирует свой иммунитет, чтобы с этим бороться. То есть, он подстегивает иммунитет. Если этого стимуляции будет слишком много, то иммунитет не будет повышаться, а будет, наоборот, угнетаться. Также отвечу сразу вам на вопрос. Я предвижу, что будет возможно такой, да, у вас. Тренироваться или нет, если вы заболели? Однозначно нет. Если вы заболели, действительно, уже заболели, у вас температура поднялась, там, 30, хотя бы 37,6, до 38. О, сейчас еще расскажу кое-какую штуку. То вы не должны идти на тренировок, однозначно. Потому что с температурой и с болезнью, когда у вас внутри уже начался этот процесс, болезнь запустилась. То есть, если температура пошла, болезнь запустилась. Он, значит, организм уже не смог справиться. То есть, ему теперь нужна повышенная температура, чтобы справиться с этой болезнью внутри. Он использует температуру, чтобы, скажем так, в этих условиях повышенная температура, только тогда зарабатывают вашу иммунитет на полную катушку. Так не нужно, чтобы всегда было. Организм делает это специально, чтобы победить вашу бактерию. Так вот, не мешайте ему. В этот момент вы должны отдыхать. Вы можете даже выйти на улицу, если у вас не 39, температура не 38,5. Даже можно выйти на улицу, это никак не помешает вам. Вы должны больше пить воды. Это уже будет другая тема. Я расскажу, как лечиться, если у вас, допустим, грипп. Но, в двух словах, вы температуру эту держите, вы лечитесь и в зал вы не приходите. Если у вас насморок, сопли, в зал вы не приходите. Если вы сильно кашляете, если у вас что-то явно такое плохое самочувствие, в зал вы не приходите, если вы болеете. Это однозначно. И я надеюсь, чтобы было уже стопроцентное понимание, что если вы болеете, никакого тренажерного зала не должно быть. Так, в принципе, на этом все. Вот видите, я сейчас гуляю в Тбилисси. Не очень хорошая погода, можете сами посмотреть. Сейчас, скорее всего, будет даже дождь. Мы гуляем все равно. И вы тоже вылазите из своих квартир, вылезайте на улицу, гуляйте побольше. Тем более, сейчас же такая погода. В любое время года выходите на улицу, больше на свежем воздухе. И следите за своим иммунитетом, работайте на него. Он вас отблагодарит только, понимаете? Вы перестанете болеть, вы будете здоровым. Абсолютно реально быть здоровым постоянно. То есть, нет нормы, что вы должны болеть гриппом, например, три раза в году, как говорят. Нормально болеть в году три раза гриппом. Вот есть такая статистика. Вам так государство говорит. Это нормально. Ребята, ненормально. Нормально, вот сейчас, как у меня. Я не болел, например, пять лет подряд никакими простудами. У меня насморка, ничего не было вообще. Нормально люди живут в Азии, там, в некоторых местах. Люди не болеют всю жизнь. Люди живут в горах. Я вот вчера был на горе на высоте 2200 метров. Там люди живут. Они там вообще не болеют. Это, кстати, не значит, что у них сильный иммунитет, но они там не болеют вообще. Потому что нет бактерий в воздухе у них там. Нет болезни этих в воздухе. Иммунитет от этого у них, кстати, слабый, потому что они находятся в этих идеальных условиях. Если он спустится вниз с горы в город, скорее всего, он заболеет. Но там он может жить спокойно 50 лет и не болеть вообще никакими болезнями из-за того, что просто нет бактерий. То есть основная идея – не болеть полностью, абсолютно реально. Вы должны эту идею очень важно понять и поверить в нее. Хотите, проверьте мою информацию. Идите, поищите. Но вы потратите очень много времени. Я перечитал кучу книг, ученых. Я перечитал кучу источников на английских языках, чтобы понять, как это работает. Мне просто это интересная эта тема, и я разобрался в этом. Надеюсь, это видео было для вас тоже полезным. Передавать эту информацию друзьям, своим детям. Возможно, это повлияет как-то даже на их воспитание. Если у вас дети, просто пусть они запачкаются иногда. Пусть они не оближат, не знаю, ту игрушку несколько раз. Мойте, конечно, иногда эту игрушку. Но это ничего страшного, так формируется иммунитет. Будьте здоровы, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока!